здравствуйте друзья сторонники разумные вакцинации к таким я отношу тех людей которые считают что вакцинация это очень классная штука которая обязательно должна быть в стране особенно для тех людей которые не болели и для тех людей у которых низкий иммунитет и им не стоит рисковать либо какие-то есть заболевания при которых не стоит рисковать даже средней степени тяжести течение к вида ну например тромбоз у меня товарищ там склонность к этому есть он сделал вакцинацию заранее и я думаю что он прав потому что в случае если заболеешь то угроза риска при этом заболевании именно но есть масса других она гораздо выше нежели чем для ну человека более здорового в этом отношении поэтому сегодняшняя новость на мой взгляд она наводит на такой оптимистичный лад голького заявила скорой готовности госуслуг к выдаче сертификатов на основе антител конечно же наше государство нас последние несколько месяцев приучало к тому что не стоит слишком активно реагировать на выход хороших новостей но вместе с тем на мой взгляд 100 сохраняя конструктивное отношение к этой проблематике все-таки стоит отдавать им должное когда они обращают внимание на важные вещи и когда они демонстрируют что россия все-таки может не превратиться в страну в которой люди с высоким иммунитетом нормально реагирующие на к вид будут становиться изгоями и в которой будет стараться под одну гребенку грести всех и в которой в конечном итоге как ну будет развиваться по такому же пути как какая-нибудь австрия или какая-нибудь испания которые стараются заставлять сейчас уже относить однозначно совершенно принудительно заставляют людей вакцинироваться и наказывают за то что они проявляют свою свободную волю и аргументированно доказывают что вакцинация это классный хороший важный путь по которым должно идти общество в том случае если она не носит принудительный характер особенности в той ситуации когда для того чтобы отказываться от вакцины существуют весомые аргументы связанные с тем что есть высокий титр антител в организме и человек понимает что его организм или организм другого человека с таким высоким антититром это количество антител он самостоятельно способен справляться с этим вызовом и тогда получается что через вакцину осуществляется так называемый внешний иммунитет когда люди со слабленной иммунной системой получают дополнительную поддержку виде вакцины а для людей у которых сильный иммунитет у них возникает ситуация они продолжают эксплуатировать вот свой сильный внутренний иммунитет и тогда будет появляться определенный баланс сил складываться допустим соотношение следует примерно 70 на 30 то тогда будет складываться определенный баланс сил в котором будет наблюдаться что в стране будет развиваться вот наш коллективный иммунитет будет зависеть от медикаментозных средств его формирования так будет зависеть от естественных средств формирования и люди тогда будут стараться уделять одинаковое количество времени и усилий для того чтобы формировать естественный иммунитет вот примерно такое отношение сейчас становится к этой проблематике так что же там сказала портал госуслуги в декабре будет технически готов к выдаче сертификатов переболевшим к вид 19 без обращения к врачу и привившимся за границей об этом в понедельник 13 декабря заявила журналистами вице-президент татьяна голикова сейчас мы завершим сейчас мы завершаем работу по гражданам которые не обращались в медицинские организации здесь есть два направления первое направление они имели положительный тест но не обращались в медицинскую организацию и второй граждане которые не знали что они переболели для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы я думаю что в декабре мы его уже полностью с технической готовностью портала госуслуг завершим сказала Голикова, отметив, что такая же ситуация по гражданам, привитым иностранными вакцинами от коронавируса. Ранее в этот день Голикова во время заседания фракции «Единой России» заявила, что гражданам, по которым в базе данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год. По ее словам, тем, кто имеет антитела, но ПЦР у них отсутствует, будут выдавать сертификаты на полгода. Кроме того, вот это очень важная новость. То есть ранее не озвучивались эти условия по тем людям, которые имеют антитела, но у них отсутствует ПЦР. Потому что, ну какой смысл делать ПЦР, если, например, я сдавал анализы на количество антител в крови и обнаруживается, что вот эти вот тела IG, маленькая IG, большая, там БАУ составлял у меня в первом случае там 1650 единиц. Через полгода после этого еще дополнительно сдавал, когда уже больше года прошло с момента заболевания предыдущего. Поэтому я не попадал в категорию тех, которые могут получить вот этот QR-код на том основании, что переболели меньше года назад. И меня эта ситуация очень сильно волновала. Сейчас же получается, что если у меня есть правка о наличии антител, но ПЦР отсутствует, то мне будет выдаваться сертификат на полгода, чего вполне достаточно в этой эпидемиологической обстановке, потому что через полгода ситуация может измениться в ту или другую сторону. Кроме того, вице-премьер заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получать COVID-сертификат после сдачи анализа на антитела. Вот это тоже очень важная штука. То есть, в принципе, это хорошая мера контроля. То есть, если граждане, привитые иностранными вакцинами, это сработало отлично, то есть антитела повысились, то они тогда могут получать сертификат после сдачи анализа на антитела. Также, по сути дела, как из предыдущего абзаца, следует, что также, как и при граждане, которые не имеют прививок иностранных, но имеют тоже справки о высоком количестве антител. Результаты анализа. Это очень здорово. Она отметила, что получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной спутник 5, спутник виски, извините, за рубежом. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Агуль в понедельник в беседе с известиями поддержал данную инициативу, отметив, что не все перенесшие коронавирус обращались к врачам, а у многих заболевания проходят бессимптомно, либо с минимальными признаками. При этом, такие граждане, как подчеркнул Агуль, тоже имеют право получить сертификат и QR-код. В то же время, Агуль отметил, что вопрос об оплате данных тестов пока остается открытым. Ссылаясь на заявление Голиковой, он указал, что решение этого вопроса передадут региону. На мой взгляд, это вообще не имеет решающего значения, потому что, ну, например, если я считаю, что вакцина не поможет моему иммунитету, и что я, переболев, имею вероятность вторичного заражения, как сама Голикова говорила, 0,7%, как Попова говорила, 0,3%, то получается, что вероятность заболеть составляет вот где-то примерно полпроцента, да, 1 к 200. И вероятность при этом тяжело переболеть составляет еще гораздо меньше, там, раза в 4 меньше. Поэтому, на самом деле, вот, ну, было бы сложно себе представить, что система здравоохранения была бы заточена на то, чтобы огромные ресурсы тратить, в том числе и на вакцинацию тех людей, которые в ней не нуждаются. Потому что сейчас у нас происходит ситуация, когда вакцинируется по 400-500 тысяч человек в день, и представьте себе, сейчас начнут заканчиваться полугодовые периоды у тех, кто вакцинировался ранее, и они пойдут еще перевакцинироваться. И вот это будет огромная нагрузка на здравоохранение, на всю систему. И, на самом деле, несмотря на то, что, конечно, у нас трагически много людей погибало от ковида, но умирают люди от других заболеваний, конечно же, нужно более-менее, ну, рационально разместить ресурсы и дать возможность выздоравливать и не погибать тем, кто погибал не от ковида, а от каких-то хронических или там острых каких-то заболеваний. В России происходит масштабная кампания по вакцинации. Граждане прививаются бесплатно. В стране зарегистрировано 5 вакцин от коронавируса. Спутник Ви, ставший второй в Российской Федерации и мире вакцины от COVID-19. Также спутник Лайт, Эпивак Корона, Эпивак Корона-Н и КовиВак. Ну, и здесь приводится количество тех людей, которые уже выявлено 10 миллионов, больше 10 миллионов, выздоровело 8 миллионов 769 тысяч, но, к сожалению, погибло 290 тысяч человек. Ну, вот я расследую это как хорошую новость, даже несмотря на то, что если в регионы будут принимать решение о том, что справки, ну, анализы на COVID нужно будет, на количество антител, извините, количественный анализ на антитела нужно будет задавать за свой счет. Не думаю, что это большая трагедия. Вот последний раз, меньше месяца назад, сдавал такой анализ, он стоил 1300 рублей. Раз в полгода заплатить 1300 рублей, ну, не знаю, конечно, ну, думаю, что не такая решающая, как бы, проблема, если это даст возможность нормально функционировать, вернуться к работе и не чувствовать себя изгоем в нашем вполне себе заслуженном и, ну, таком, ну, драматически, но вот если это будет доведено до ума, то разумно развивающимся обществе, которое будет указывать, что оно учится на ошибках Запада, что оно не направлено на полное уничтожение здорового иммунитета, который нам дарила все эти годы эволюция, да, то есть, который вырабатывался, по сути дела, ну, можно сказать, что и там сотни тысяч, миллионы лет вместе с человеческим видом. И этим нужно иммунитетом, этим дорожить. Я бы, например, готов был, если результаты анализа позволяют мне получить такую справку, например, сдать кровь на плазму для того, чтобы, если кому-то из серьезно тяжело заболевших, попавших в реанимацию людей понадобится, такой способ повышения иммунитета, то им можно было бы воспользоваться. И тогда бы мы бы чувствовали, что у нас есть взаимовыручка между теми, кто уже переболел и имеет высокие антитела, а теми, кто переболел, у него низкие антитела, он может тогда привиться для того, чтобы поддержать себя от возможного заболевания. Те, кто не болели, могут вообще привиться, как бы, и избежать этой болезни. И было бы нормальное сотрудничество в обществе, когда никто бы друг на друга не катил в информационную бочку, и это не являлось бы поводом для того, чтобы наши известные телепузики начинали бы издеваться над теми людьми, которые относятся к вакцинации без излишнего энтузиазма, хотя и не отрицают ее в полной мере. На которые просто нормально, спокойно, разумно говорят о том, что, да, мы согласны с тем, что она необходима, но мы также считаем, что параллельно с вакцинацией необходимо заботиться о людях с высоким результатом титром антител, с хорошей реакцией иммунной системы. И их необходимо изучать, и их опыт использовать в жизни так же активно, как используются медикаментозные средства. Спасибо вам огромное за внимание, всем удачи, хорошего дня, будьте здоровы!